Уверен, что коэффициент оправдан и карты неплохие Самое любопытное то, что коллективы играют примерно одинаково по силе Что свой пик, что вражеский И в общем-то я буду совершенно не удивлен, если мы с вами посмотрим три карты И при этом и у тех, и у других там есть определенные проблемы Сплайс в обновленном составе уже укомплектовали свой ростер В общем-то добавили себе даже одного игрока из Нидерландов Который, кстати, первый погибает Вот что любопытно, дрон правда дает размен В общем-то очень быстрый выход на Б-Плэнт осуществляет Сплайс Заканчиваем офтоп, смотрим игру Сразу размены три в одного И только с потерей одного крашева моментально ребята уже В общем-то выходят на выигранный раунд для себя Не получается ничего сделать у игрока на шарте Последним остается Destiny Его точно должны забрать очень-очень быстро Так, пока пишите нормально по звуку, по стрельбе сейчас вы услышите Там кто-то пишет потише, но мне интересно, все так считают Или там ни одного человека В общем, будем разбираться И кстати, да, друзья, по ходу дела, по доброй традиции американских трансляций Так как мне грустно и одиноко здесь одному и рядом никто со мной не сидит на комментаторском кресле Я с удовольствием пообщаюсь с нашим потрясающим чатом Твича Соответственно, есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии Есть какие-то интересные мысли туда же Буду пытаться поглядывать и зачитывать В моменты, когда на это будет время Чутка потише пишут Ну окей, давайте раунд закончится Я тогда звук подоберу, в общем-то Специально для вас Ну а пока посмотрим выход через длину В общем-то, плохие шансы были бы у Йоджина принять Этот выход Диггл-то на руках Но играет он только на чек И уже отходит обратно Клоуз рейнджи, 3 Диггла, ЦЗ, 5-7 могут сработать Но мы увидим, так это или нет Так, начинается выход Укрепление сразу же идет на стяжке Но при этом все тот же Крушелл, который погиб первым в предыдущем раунде Здесь защищает плент очень грамотно Триплкил на UMP нафармил неплохо Денег 1800 И теперь осталось найти последнего игрока Это ШИС, который, ну, скоро уже будет обнаружен И, в общем-то, это квадром Для замечательного нидерландского игрока Который, кстати, исполняет роль мейнснайпера Если я ничего не путаю в коллективе Сплайс Ну, делает он это достаточно качественно Из того, что стоит отметить Также со старого состава Сплайс Тут, по сути, остался только Ария Ну, остальные игроки пошли Кто в какие коллективы Кто-то пытался стать тренером Да, давайте звук, кстати, чуть не забыл Ну, в общем-то Давайте вот на 0-3 выведу И, по идее, будет неплохо Ну, а кто-то просто играет в других командах Например, вот в старом составе Который ездил на мейджор Расплайс, напомню, катались на мейджор На MLG Clown Катались, потому что очень быстро укатились Оттуда, если уж быть реалистами Там еще играл Профессор Хауса За Айп, Джейер И одного забыл По-моему, это вообще Кайнадский игрок Ну ладно Это не так критично Пока, в принципе В общем-то, должен быть очередной раунд Но, знаете, тут такая проблема Что очень много потеряли здесь Плайс В плане экономики Отлетели два игрока При этом размены были изначально в пользу дефа До времени как-то уж Очень фривольно выходил у нас Один из игроков защиты Это ПКЛ Его заметили И при этом с Риксом справиться не смог У того, по 90 в руках Вот такой вот супер девайс Который готов разрывать Так, ну, тут обсуждают очень много На тему фрив-сайта их будущего На самом деле, вот этот вкид информации В броус, если хотите Достаточно любопытный, как по мне И мне кажется, что тоже он может быть результативным Ну, обсуждаются, конечно, многие люди о том Что возможно, возможно, повторюсь Это не 100% информация Это просто слухи А поменяют Блэйда на хуча В общем, как по мне Внутри команды флипсайд Все-таки надо что-то поменять Уж больно, однотипно они играют И страты Блэйда работают все реже и реже Потому что Я, честно говоря, вот не уверен В том, что команда уже под его капитанством Он как тренер, как аналитик мог бы неплохо пойти Пока как Кэп иногда и не доигрывает Чисто по внутригровым ситуациям Ну и плюс Судя по всему, далеко не все страты капитана удачные Ну а пока первый оружейный раунд Давайте посмотрим Тут, кстати, на прыжке выскакивает первый Это снайпер И он исполнял роль летающей тарелочки Которую удачно подстрелил Авапер Елен Команды Люминосити Ну, в общем-то, после этого Сразу же дали размен Ария тэпшотами Задавил своего соперника И теперь уже 4 в 4 Но сама идея в прыжке выходить снайперу Это очень любопытно, как по мне Но не очень результативно Как мы с вами успели заметить По идее, кто-то должен был разводить А снайпер на выпаде играть Ну ладно Длижняя позиция у Дестани Хороший килл Рикс вообще не заметил своего оппонента И при этом он исполнял роль сплетующего игрока Никого рядом не было, чтобы разменять Теперь уже начинается выход через длину Ну, тут ПКЛ на приемке Моментально забирает дрона А тиммейты даже ухом не повели И как-то вот по одному продолжает открываться Ария настреливает Ловит флешку Отходит назад Но стреляться против достаточно неудобной позиции Ему приходится А тиммейт вообще играет на АВП Пытается помогать своему тиммейту Но Ария здесь и сам хоть немного досправился Ну, хоть немного Это только на еще один скилл впоследствии И Сэнфис после единственного минуса с АВП Также погибает 1-3 В общем-то, вот и сразу же с первого оружейного раунда Начинают люминоси уже наступать на пятки своим оппонентам Так Давайте про Балтику я вопрос опущу Наверное Так На тему ночных матчей Друзья, просто мы между собой распределили Кто, что комментирует Так, а как дела? Почему у нас такая вот штука? И сегодня на Америке комменчу я Потом где-то будут мне мои коллеги, наверное, подменять А где-то снова я буду возвращаться В общем-то, у нас параллельно, если кто-то не в курсе Давайте сразу об этом поговорим Пока тут такая достаточно вялая стадия раунда Будут еще матчи плей-офф Европы Вся инфа будет у нас в паблике vk.com.sl.sl.tv И там также будут разыгрываться слоты на ван-финал Там три Здесь два, но там на один больше Так Пока, в принципе Ну, только дамаг по Сэнфису залетел Я так понимаю, это был не ваншот от снайпера В общем Помимо этого ничего не произошло Спас, кстати, достаточно любопытный Здесь позиционка Два игрока под B, три под A В общем-то, могут попытаться фейкануть А потом сделать сплит-выход Варианты разные могут быть здесь В разыгровке На то это и такая любопытная карта, как оверпасс Классная, как по мне Потому что атаковать можно хитро и нужно На ней не лениться Идет стяжка уже под B-плент Звено A Не нашло никаких для себя контактов И теперь нас ожидает уже с вами классический сплит В общем, с неплохой относительной раскидкой Три молотовых Три дыма, если я не ошибаюсь Или два Сейчас точно два Должно хватить Дрон дает киву по шизу Шоу тайм на приемке В упоре спрейдал Одного забрал Дальше пытается выживать Двух сторон не получается забрать Здесь бразильского игрока Потому что перекрестный огонь работает намного лучше здесь Как раз у Люминосити Девятка стреляет Монстр стреляет И, в общем, только Сэмфис последний Снова исполняет роль доигровщика 16 хп у него всего лишь И понятно, что такой кулач на 13 секундах времени ему абсолютно не светит Он погибает Его команда ожидает экономический раунд И, в общем-то, уже паритет по счету намещается Так, ну, друзья, на тему Overwatch'а, наверное, мало будем разговаривать Лучше, если есть какие-то вопросы, пишите мне их в личку В ВК Я обязательно поотвечаю на досуге Я стараюсь на все сообщения отвечать, в принципе Просто на тему стримить Когда-то, надеюсь, будем В общем, как только появятся какие-то матчи серьезные Возможно, Лига, в конце концов Тогда уже и об этом поговорим Пока Ну, кстати, интересно Что-то решили с Пуайс У них, в принципе, деньги были такие, намекающие Что надо одно ЭК отыграть Но тут решают форсировать И, в общем-то, пока работает Тек-9 у Крушева залетает Второй килл стека, правда, с разменом уже Но, тем не менее Девайси на руках оказываются Можно смело отыгрывать Но тут не очень хорошие позиции были у Арии и Дрона За счет чего их забирают Хотя это никак не смущает Пуайс Они все еще в большинстве выпад от Рикса И качественный килл по своему оппоненту 4-2, в общем-то, неожиданно Задумка Пуайс была реализована Удивили оппонентов Те ждали ЭКО Там МП-9 появился в закупе у Люминосити А тут такая подстава организована Один каваж, все на теках, арморах И побежали, полетели убивать Так На тему молодых игроков Ну, сейчас вообще в СНГ, я не знаю То есть, молодых кого молодых А когда есть достаточно неплохие коллективы Ну, Тир-2 уровня, у которых все может быть впереди И им как раз решафлиться не стоит Ну, например, да, та же Вега в конце Так, ну, а пока Энтри на длине В общем-то, неприятно Начинается этот раунд для бразильцев Рискуют сейчас на старте Отдать лузовым минимум своим оппонентам Денег мало Приходится Ну, не то, чтобы в ответ делать форс Но бай неполноценный Согласитесь Тут одна ЦЗ-шка, например, есть у Шиза Практически отсутствуют гранаты Одни дефюз-киты На всю бразильскую уже четверку Посему, конечно, принимать будет достаточно трудно Но тут надо снова включать громадную позиционку Которая до этого у Левиности присутствовала И делать свои минусы У Destiny, кстати, точка шикарная Сейчас, так как сплитующего игрока нет Он может вместе с тиммейтом разбирать на запчасти Всех, в общем, так и получается Destiny и ПКЛ буквально вдвоем Разрулили весь раунд в пользу своей команды Осталось лишь забрать последнего Рикса Который исполняет роль доигровщика Но бомбу он утратил Радует то, что он фуловый В принципе, это может помочь Любимая карта Старый Инферно Давайте так, наверное, назовем новый Просто я не говорю, что он плохой Я еще к нему, наверное, не привык до конца А вот Старый Инферно я обожал очень сильно Плюс Оверпасс Наверное, вот две карты А, ну, Миражек это слишком банально Поэтому я решил пустить эту карту Заодно, кстати, пишите На каких картах вам комфортнее всего играть На каких больше всего нравится Потому что Ну, вот мне интересно Там большинство сейчас напишут Даст Мираж Кэш Или вправду у нас тут Комьюнити Поклонники более экзотических Карты Панюка, например Наименее Наверное, даст Все-таки Хотя нет, врум Не даст Кэш Вот Кэш я не люблю вообще почему-то Мне играть на нем не нравится Смотреть так же Ну, ладно Это мое дело Пока выход через трубу Снова теки Куча гранат Которые благополучно Теперь отправляются Уже на респаун Кроме одного смачка От Арии Ничего не было потрачено Хотя Вот если вы обратили внимание На старте раунда Было огромное количество гранат Которые Сплайс могли реализовать Они просто решили Снова взять эффект Внезапность И выход Степом Деконтакта Но он не сработал Там Позиция желтого Не контрилась Это на КС Тут нет Эко и форсов Все раунды одинаково опасны Ну, за счет Их внезапности Думаю, да Они как раз очень опасны Ну, в общем Тут я с тобой Не поспорю Дорогой товарищ С трансляцией Ну, выход через коннектор Выход на Destiny Заметьте Агрессивные позиции Занимают бразильцы В принципе В этом они Раз за разом Достаточно неплохо Угадывают Буквально Считанные разы Энтри киллы Были по ним Но здесь размены Почему-то Очень неудачные Осуществляются Начали отходить Обратно Эллин и Destiny И там их уже Подловили Правда, это никак не мешает Люминосити Все равно Выходить на свою пятерку Осталось законтролить Только Рикса Который Ну, ждет ошибки В первую очередь Ошибки не поступило Ушиза была хорошая позиция Он ее реализовал И за счет этого Пятый раунд для Люминосити Уже влетает Напомню, что это пик Как раз Бразильской пятерки, друзья Далее нас ожидает Коблстоун На тему Интернешнл По КС В общем Это вечная тема Как мажор в СНГ Мне кажется Она уже Последние, наверное Года полтора Так вот-вот Уже должна быть Но никак не настает Я надеюсь, что Что первое Что второе Мы увидим в этом году Но, в общем Пока Вольвы даже Не намекнули Ни на что подобное Поэтому Мы с вами Остаемся только В режиме хатик Я не знаю, почему Отказываются от Диэнтернешнл Которая так классно Заезжает в доте Ну Пока Смотрим Мажоры Это, конечно, тоже неплохо Я ничего не хочу сказать Но и ты Было бы тоже интересно Понаблюдать Так, пока А, извините Оп Верну вам обратно Хотел полистать Полоску чата И случайно Уже начал По Гол ТВ Лазить Ладно Пока, в общем-то Готовится сплайс К выходу Через длину Интересно Что вот Практически Не сплетуют нигде Заметили Наверное О том, что Даже нет одного Игрока в туалетах Здесь, конечно Это огромезный плюс Для них Так как там Было укрепление На самом пункте Абсолютно никого нет И Стенка смоков Выглядит более чем Идеально для подобной Разыгровки Люминосити Впервые серьезно Ошиблись В своей позиционной игре Сплайс Просчитали их точки Дали раскид И в итоге Заняли бытую часть Плантана Внешнюю даже не лезут Очень качественная идея Вот в этом моменте Честно Мне даже нравится Этот раунд Сплайс Бомба стоит Ритейк Выглядит практически нереальным Приходится Выбивать с разных позиций Если стрельба Не включится На должном уровне То Были бы проблемы Но стрельба включается Рикс не справляется Со своей точкой И теперь уже Начинаются трудности И для сплайсов Какая ужасная реакция Была здесь Вот игрока в банке Теперь это уже Для кружева 1-2 Который он не вытащит В общем раунд хорош Но почему-то Все очень сильно погибли От длины от туалетов Хотя Вроде заняли Ключевые позиции Есть ли шансы У сплайс и люминосити Ну точнее равны ли шансы Извини Что неправильно Прочитал суть Я считаю Что коэффициент Неоправдан Да Люминосити Являются фаворитом Но не 1-2 к 3-4 Это очень Разгромный коэффициент Как для такой команды Как сплайс Которая в принципе Удивлять может И удивляла неоднократно Я уже подмечал Что и карты Схожие у команды И в общем Если будет 3 карты То как по мне КФ уже неоправдан Это Ну мое такое Скромное мнение На тему Мифов или слухов Про читы У про игроков Ну Некоторые прецеденты Были Но не у всех Это 100% В общем Как минимум Можно посмотреть На ван турнирах Иногда есть возможность Как вармапятся Про игроки И я не думаю Что ботов с читами И смысл отстреливать Так Ну 6-4 в принципе Достаточно рабочий Щет как для тех Так и для других На этой стадии игры Но Многое зависит Сейчас От этого раунда Денег не так-то И много успел До сих пор Даже несмотря на то Что проиграли они Стрик из 4 раундов А их выходы Ну пока выглядят Не достаточно Фундаментальными Ну не считая Предыдущего раунда Предыдущий раунд Ох хорош Какая ошибка у Дестани Ох Какая боль тут залетает По бразильскому игроку Вышел даже Не думал прочекать Далее погибает Елен Очень легко Вскрывается Апплент в этом раунде Но тут не без помощи Бразильцев ПКЛ Выходит Собирает бомбу Она выпадает Очень неудачно Но при этом Не ожидали увидеть Люркером Которым является Рикс Который наказал Одного из игроков Под бэпплентом В спину Теперь же уже Уши за шансов На доигровку Успешную для себя Не остается Но при этом Есть неплохие шансы На то Чтоб сохранить девайс А пока сплайс Сильно агрессивно Лезть не будут Но Со временем Конечно Ну по хорошему Надо бы попытаться Вычислить Найти Убить При том Что по экономике Все не так-то очевидно Очень часто Погибают Люминосити Обратите внимание Ну по крайней мере Два игрока В общем хватит Там на один байс дропами Скорее всего Уже спросили Сколько хп уши Те ответили Не стали ждать Конца раунда Как обычно делают Про игроки Ну в общем Здесь Стейф правда Ничего не меняет Это 6-5 Счет Пока все еще Оружейный И в общем Эти качели Ну наверное Где-то на пользу Сплайс играют За счет того Что пистолетку Они взяли И следующие два Тоже По итогу Стрик из трех Ранья у них есть И уже все Намного комфортнее Так Что у нас По статистике В принципе Выпадают В первую очередь Два игрока Это Шиз Елен А также Со стороны Сплайс Дрон Играет На 4 минуса Где лучше играть ИСЕ или Фейсет Честно не знаю Такой вопрос Задал мне Я просто Ну у меня обычно Нет времени Ни на то Ни на другое Но говорят Что ИСЕ Неплохо работает Ну в общем Я и на Фейсет Это не слышал Что у кого-то Проблемы возникали Поэтому Где друзей Больше есть У кого есть аккаунты Там и играть Кажется так Надо делать А пока выход На точку При этом не особо Результативный Шиз Мог с монстра Забрать еще и Рикса Но у того осталось 19 хп Ему немного повезло Но достаточно Чтобы Возможно Разрулить раунд Теперь пользу Своей командой Но ПКЛ В спине Никто не ждал Это стало Роковой ошибкой Он просто выходит Из трубы И дает 3 кила Вот такая вот Незадача Для Сплайс Сами любят Выходить в спину Но здесь Не прочекали 17 на 5 У ПКЛ Очень классная стата Пока и близко Никто со стороны Сплайс Не может до нее достать А это 7-5 В общем-то Уже не настолько Все приятно Проходит для Сплайс Но они делают Свой любимый закуп Каваш 4 пистолета Так Ну пока Возможно Будет у нас Небольшой замес На шариках воздушных Но Сплайс Снова игнорируют Центр карты Они Не идут в туалет И не идут на банан По крайней мере На ранней стадии И занимают длину В этом плане Они угадывают Неплохо В общем Люминосити За нее не так Чтобы сильные боролись Хотя есть у них Снайперы Казалось бы Неплохой вариант После попытки Пика на шарах Играть уже на Дел Как это например Делать девайс Часто из Астралис Но здесь Мы видим Другую манеру игры И контроль В первую очередь Банан Это конечно хорошо Но какой-никакой Раскид у Сплайс имеется Посему свой выход Они могут совершить С изоляцией АВП Пока влетает уже Контр Гранаты Молотов Немного останавливает Сплайс в этом выходе И оттягивает тайминг Дымы постепенно Могут уже и начать Рассеиваться Ну и вот Начинается выход Нет Не засмочили Елена ПКЛ тоже нашел Для себя прекрасную позицию Ну не так Что совсем прекрасную Но достаточную Чтобы оформить из нее Хотя бы один килл Снова нажимают на пятки Бразильцу Деста не дает килл Теперь будет пушить Со стороны туалетов И это серьезная проблема Погибает Сэмфис Погибает Рикс И половина выигрывается Командой Люминосити Но пока еще Не с таким Чтобы сильно уверенным счетом 8-5 В общем Я думаю вы согласитесь Друзья Что во второй половине Может быть борьба Вполне Теперь уже придется играть Эка как бы Спайс Этого не хотели Но предпоследний раунд Первой половины Им вправду придется отдавать Пистолеты Ну не дефолтные Конечно Но вы посмотрите Какой наглый Энтрикил Себе Деста не позволяет А при этом еще Отходит назад ЮМП в руках Все еще залетает Очень и очень качественно Уже на триполкил Увахватило Подстраховывает снайпер И в общем-то Все достаточно Беспроблемно было Кроме одного минуса 9-5 Все более чем хорошо Для Люминосити В том раунде И последний раунд Первой половины Форма новее Ну Там конечно Все очень Как-то пока Не так хорошо Как хотелось бы Наверное поклонникам Этой команды Коих очень много Мне кажется Что все таки В первую очередь Вопрос мотивации Знаете Тут Как-то Вроде игроки Все талантливые Все молодцы Но и Синск Не всегда Справляются с тем Чтобы исполнять роль Ингейм лидера И играть качественно Ну и конечно Вот как-то пока Мне кажется Проблема как была Так и осталась У Na'Vi Несмотря на Некоторые изменения В составе А именно Моральная составляющая Как-то Хотя вот Тот же Флейми У себя пишет Что это абсолютно не так Что они более чем Едины И тому подобное Ну Правду знают только игроки Мы можем лишь рассуждать С вами Покажешь лучок От Елена кстати Попадает он сразу По двум оппонентам Хорошая флешка Дрон Делает выпад Но второго не ожидает Увидеть Хотя теперь уже должны понимать Спустя такое время Что убили-то они не снайпера А значит Наверное Там есть еще игрок Так и получается За контролем Елена За контролем И Шоу Тайма Ну Последний Шиз Ну кстати У Шоу Тайма Интересная История достаточно Играл он За Иммортал Тогда Когда они еще были Коллективом Темпа Шторм Ну а мы смотрим За возможным Классным клачем От Шиза Ну нет Не чекает Упорную позицию Слева И соответственно Счет становится 9-6 Более чем Дефолтный Как по мне И комфортный Как для тех Так и для других Может быть Многое зависит От второй пистолетки Кто его заберет Тот и будет Молодцом Друзья А в общем Пока Вот вам и Статистика Ну Немного проснулись Игроки Иллюминосити И в общем-то И Сплайс Тоже подтянулись И теперь Равносильно выглядят команды Достаточно ровная Стата у них Ну вот Про стержень в команде Я примерно это имел ввиду Вот Я еще рассуждал На этот счет На трансляциях Когда только Прогремела вся эта информация То есть Когда осенью выходит Да, наверное Я говорю о том Что Ну Это было мое мнение Как бы я не претендовал На правду Сейчас Ну судите сами Так это или нет О том Что Зевс это единственный человек Который мог Команду поддерживать В тонусе Как команду Именно вот Спортивная составляющая Включается И этим всегда занимался Зевс Я не знаю Также Этим Этому уделяют внимание Сист Старикс И Юджин Например Как это занимался Даня Дисциплина Это был его конек Скажем так А мы пока смотрим За чуть ли не разгромной пистолеткой Даже Сэмфису в спине Не дают оформить минус И вот это уже проблема Устык Катастрофически Не летят Круша Орикс Ну Ни единого минуса Только сейчас Наконец-то Хоть какой-то Хэдшот разлетает Но Destiny давит спину И тем самым Выигрывает Очень важный пистолетный раунд Для своей команды Столь важный Что сейчас Пуайз Если не берут форс То конечно Нарываются на двойной разрыв Ну Знаете На тему Давайте сейчас Просто поговорим Насчет формы Топовых коллективов Сейчас вообще Все очень сильно Поменялось Очень Я согласен С человеком в чате Я прям Грущу из-за того В каком состоянии Находятся шведы При этом Вот лично меня Как человека Как поклонника Киберспорта И человека Который любит Смотреть Counter-Strike Как-то заставляет Грустить В первую очередь Даже не так Форма Фнати Как форма Н.А.П. Симпатизирует Мне этот коллектив Но вся шведская сцена Сейчас почему-то Просела Очень сильно Ну Зато появились Новые звезды Не то что Новые звезды Просто Новые команды Стали На верхушке Олимпа Это те же Фейс Те же Астралис Которые наконец-то Начали выигрывать Ланы За которыми Тоже любопытно Наблюдать Кстати наличие Обоснится Очень сильно Прогустила Фейс Я думаю все уже Это поняли И судя по слухам Там Какие-то Невменяемые деньги За его покупку Отдали Фейс Клан Где-то читал Я в Твиттере Это не стопроцентная Инфа Это тоже на уровне Слухов О том что По-моему Пять сотен тысяч Вечно зеленых Пришлось отдать За Николу Ковача Самого Результативного Игрока Команды Маус Спортс Теперь же Одного из ударников Фейс Клан Ну а с поезд Не справились Со своим форсом В общем-то За это сейчас Они должны По идее Поплатиться еще одним раундом В Луминости Решили много не выдумывать А на эту разыгровку И просто вываливаться На боков Здесь кстати укрепление Но укрепление Никак не помогает Оно зачищается Более чем легко Потеряв только Одного шоу тайма И надежда Найти последнего И это Сэмфис Который Ну в принципе Да должен быть Замечен Елен Ну почти дал Килл Сэмфиса Одно хп Вот ведь незадача Надо идти добирать Конечно Отдобрать то Не так и просто Сэмфис Несмотря на наличие Всего одного хп Свой килл еще дает И только после этого Отправляется К праотцам 12-6 Так На тему 500 долларов 500 тысяч долларов Извините Подтвердили Спасибо Какая Сильная команда С российским флагом Так бы раньше Я сказал Гамбит Но сейчас Это скорее Тогда уже Казахи Чем россияне Ну в принципе Как по мне Вега играет Неплохо И если соберутся То будет у них Все еще неплохо У нас есть По факту Два Неплохих коллектива Таких Российских Ну частично Российских Там есть Представители Беларуси Украины Ну две команды Конечно имеется Ввиду Одна из Вдвоем Еще одна Хорошая Флешка Вот Сплайс Которая Выводит Их уже На ситуацию Трое Ботих Одного Задавили Все-таки Последнего Элина Не побоялись Бежать На Снайпера В общем В этом и были Абсолютно правы Сплайс Сразу же Принимают решение Играть Две Снайперские Винтовки Одна из них У Сэмфиса В руках Которую роль Второго Снайпера Исполняет Достаточно Часто Вторая У Крушева Который И является Основным Вапером В команде В общем У Луминости Деньги на Последний Бай Были И Бай Выглядит Правда Очень и Очень Хорошо Все тот Жавик В атаке Все те же Хорошие Раскидки И в общем Пугра Она должен Позволить Выйти На один Из плантов Без проблем Можно даже Фейкан Так На тему Ставок В общем Там Раньше Дьявол Сейчас Нет Ну как То Я поймал Себя на мысли Что Когда я Не ставлю Прогнозировать Получается Лучше Чем Когда я Ставлю И поэтому Я решил Что Видно Не судьба Может быть Я слишком Азар В общем Там Так А пока Сэмфис Красивенько Два кила Дает Слушайте Очень Хорошо Законтролил Здесь туалет И не смогли Его Как-то Зажать Но правда Потеряли Второго Снайпера Что-либо Пытно Кошел Отдается Так Ну Кстати Ну продолжайте Ставок Сейчас Как только Увидим Что тут Дрон наделает А дрон Наделал грязи Он дал два Минуса И при этом Не потерял Ни единого ХП А там еще Спрашивали про Аналитику Ну Как бы я советую Поглядывать Аналитику Потому что Там могут быть Интересные вещи Вспылать Которые вы не уследили Но Думать только Своей головой То есть вот Мне лично Иногда Аналитика нужна Да Чтобы быстро Глянуть Кто сколько часов Наиграл за две недели А не каждому Лично на профиль Заходить в кс Например Или там Ну какой-то Бэкграунд Вспомнить А так Ну Стоит Наверное Полагаться на себя Если вы смотрите Много киберспорта У вас выработается Эта чуйка что ли Не знаю Пока же 12.8 В общем Начинают сплайс Возвращаться на эту карту Несмотря на то Что упустили Пистолетный раунд Взяли два Следующих Предыдущих И тем самым Покалечили Экономику Люминосити Гейминг Настолько что Ну Люминосити Это вам не сплайс Тут полноценного Форса Мы с вами не увидим Может быть И даже этот Единственный Тэг С легким Аромаром Взлетит Ну Конечно Вряд ли Здесь Это надо Совершать Какие-то Катастрофические Ошибки Сплайса Но мы видим Что Сэмфис Не настроен Допускать Какие-либо Фейлы Он В приемке Дает Уже 3 минуса 2 на UMP 1 на Успех Своем И в общем-то Даже находит 4-го Мог и на С выходить Но Крушау сказал Что нет Никакого Эйса тебе не будет И последний Килл Оформил сам Сайт со статистикой Команд на различных Картах Ну Хелл ТВ Там вся эта инфа Есть Я не знаю Что еще может быть Нужно в этой жизни Ведь Великий архив Всех Могучих матчей В общем-то Там можно Очень много Важной инфы Подчеркнуть Главное Смотреть не только На цифры Конечно Так А пока 12 9 И в общем-то Уже нельзя сказать Что все настолько Просто Для бразильцев Тут Начали-то они Хорошо Ну и Создавалось впечатление Что в общем По такой уверенной Пистолетке Могут и продолжить Так же Но здесь пока не особо Хотя возможно Этот раунд и станет Началом Дестани уже проходит Вот Как Люминосити не контролили Длину Так Сплайс отпускают Банан Дестани пропрыгивает Хороший Дайминг мог поймать Но здесь допускает Серьезную ошибку В итоге Отдается он Дрон еще и сжигает Шиза И ситуация Все хуже и хуже При этом Ретейке По Кейл Тоже отдается Пока единственный Минус от Шоу Тайма Ялин прячется в дыму Но тайминг не тот Он выбрал Для своего выпада В общем Один в четыре Разыграть Мне кажется Будет более чем нереально Спрейдаун вниз Но Вы понимаете В ответку Через дым Шквальный огонь Из четырех стволов Полетел И Шоу Тайма Законтролили Очень быстро А 12.10 И Возвращаемся К вопросу О коэффициенте Который Ну Как бы Говорил о том Что люминосити Развалят Очень быстро Сплайсов Там 1.2 На 3.4 Где эти коэффициенты Я честно говоря Не вижу Не знаю Определенно Не на этой карте Возможно На Кобл стол Мы что-то увидим Хотя это было бы странно Так как Кобл Как раз Сплайси пик Еще вот такой Небольшой Любопытный факт Обе команды Играли оверпасс В этом году Только три раза Уже идет Третий месяц А у них Вот По три матча В активе На этой карте Ну как для своего пика Так точно Маловато Так Ария Два кила Меняется роль Второго снайпера Но при этом Играл он тут Ну не то чтобы один Но просто тиммейт Его решил продать Подешевле И показал свое присутствие Дрон Ну слишком поздно Если честно Да дал один килл Окей Но этого Катастрофически мало Все равно потерял По итогу Свою позицию Погиб тоже И в общем-то Если бы еще и бомбу Не уронили Которую почему-то Никто не подобрал Все было бы ужасно А так Сэмфис уже тут как тут Наступая на пятки Забирает Тестами И последний Шиз тоже Не смог Дать Свой килл Интересно Шиз Это может быть сокращенно От шизострела Как думаете Друзья Был такой персонаж В замечательной игре Borderlands 2 Он там такой С двух рук Валил Может тоже Много пуль И трупов Столько же 12-11 Ну Честно говоря Алюминости Пока За атаку Уверенности Уже не так Чтобы сильно Внушали Раунды оружейные И проигрываются Очень сильно Работают снайперы Хорошо Но сплайс Вот что стоит отметить В дефе В атаке Мы такого с вами Не видели А здесь В защите Стабильные Три киллы Влетают При этом Далеко не факт Что только один Ну Кстати Что любопытно У сплайс Относительно Небольшая Статистика По взятым Раунам После интрики А там Что-то процентов 65 Ну обычно Ну Здесь снова Энтри Как раз С их стороны И наступил В общем Правда дальше Триотарию Тот пытался Сыграть в аркаду Шел тайминг Контролил Ну Возможно Эта агрессия Бывает лишней Все-таки На их стороне Был численный перевес Могли бы От него продолжить Отыгрывать А так Ищут контакты И на этом Уже страдают по хп Ощутимо Андрон кстати Единственный Игрок под бплантом Но пытается Создавать впечатление Что их там много Иначе бы Он так не пошел Но Люминосто Не отказывается От своей идеи Идти на апплант Отличный выпад От Елена Сразу Забирает Крашила Ну и При этом Гибнет еще Игрок в туалетах Теперь вся надежда Только на Рикса Точка у него хорошая Но всех он оттуда Вряд ли заберет Первый, второй Да ладно Как же так Открылись плохо Мистайминг И по итогу Никто даже с оружием На руках не находился Синхронно Чтобы прикрывать Друга Только ушел тайм А получилось Оформить свой минус И в общем-то Это 1 в 2 для дрона Я бы не сказал Что это нереальная И неберущаяся ситуация Но позиции его Более чем читаем И от нее уже Вытает второй Молк Он из него выпрыгивает И погибает Три пауки Ушел тайм 13-11 Люминосто Берут свой девайс На раунд Наконец-то Спустя Стрик Проигранный с пяти Что достаточно солидно Как по мне Так Пока Ищу Какую-то еще Интересную инфу У нас в чате Кто что думает Ну На тему матчей И кстати Что ждете От Коблстоуна Мне кажется Что игра Где-то такая же Должна быть Интересно Почитать Ваше мнение Проводить параллели Между матчем И на IP Астралис Ну Может быть В принципе Да Какие-то аналогии Провести Правду можно Но тут Конечно Финишная прямая Позволяет Люминосити Иногда отдавать Свои раунды И потом уже Догонять Тем не менее Конечно Хотелось бы Закончить Как можно быстрее Тем более Что свой пик Проигрывать Там совсем Неприятное начало Парный выпад Как же хорошо Действует Сплайс В защите Слушайте Абсолютно Ни сном Ни духом Не были Люминосити К этому пушу И по итогу Опять минус 2 Вот Я конечно Вам стопроцентную Статистику Сейчас не назову Но мне такое впечатление Что Энтрикила Со стороны Сплайс Не было Вот разве что В первых трех раундах Когда они проиграли Пистолетку А потом Стабильно По КД Каждый раз Вот такое вот Что-то происходит По КЛ Ялин Просто Жертвы какие-то Не знаю Для Ари Который даже Не напрягся Постелил всех троих 13-12 Дистанция сокращается И в общем-то Уже все предпосылы На то что мы с вами Увидим заветную Временную ничью Для поклонников Североамериканского Коллектива Все больше и больше Минус спит Плюс ЗАЗ Это был бы Жесткий вариант Вот это Вот это был Оптима на самом деле ЗАЗ же когда-то играла На самом деле За мужские команды Было это еще Во времена 1.6 Если я ничего не путаю Но вообще Такой фактор был Это Чуть ли не единственная Девушка В мужской команде ПКС ГОБ Ну Соответственно Уже не в мужской А В Даже как это правильно Сформулировать Межгендерный Вот Так Ну пока Снова Энтерикил Я не знаю То есть Я думаю Вы и так К этому привыкли Так тут еще и только Пистолеты на руках В общем Ждем мы с вами 13-13 Девайсного Который решит Очень много Сейчас по окончанию Посмотрим на Экономику от Сплайс Которая может быть Не совсем очевидная Все-таки погибают Они относительно часто И еще я покупаю Два авика Постоянно Иногда их теряю Из-за чего там Может быть Все еще не так хорошо Как хотелось бы Для поклонников Этой команды Так Давайте посмотрим А нет Извините Все более чем хорошо Пауза Со стороны Луминости Ну как по мне С запозданием Немного Могли пораньше Все-таки Поражать тайм-аут Здесь уже Ну такой момент Что могут и нарваться Тактическая Конечно же Пауза вполне ожидаема Ну Сплайс И вправду в дефензии Хороши Скажем Вот Намного лучше Чем в атаке Ибо Ну Я бы не сказал Что раунды за атаку Были плохие Но просто они были Знаете Такие дефолтные Классические Простые выходы Которые в общем-то Нормальный стак глобалов Тоже может оформлять А тут Защита прям Ну Чувствуется взаимодействие Внутри команды И к этому Постоянно не готовы Луминости Не знаю Они должны были Привыкнуть к тому Что По первому таймингу Их пытаются Откуда-то поджать Подстрелить Но Тем не менее Большинство Антрекилов Как раз на их стороне Ну Есть версия Вот Про Cobble Stone Что кто Стартанет в дефе Тот и выиграет Ну Не знаю Статистика не совсем За это высказывание Там Примерно По 50% Раундов Берется За другую сторону У той У другой команды Заходил тоже На халтове Чекал Там Ну Где-то да Винрейт 50 на 50 Складывается Совсем плюс-минус Ну И Бытует Мнение Классическое Буквально О том Что Атака На кобле Сильная сторона Ну Соглашаться с этим Или нет Это ваше дело Конечно Ну Разводить по точкам Там пишут Про то Что вот знаешь По той игре Старались Красиво Разводили Не пол На точке Тут в начале Также играли За эту сторону Как по мне В этом фишка Оверпасса Это карта Которая позволяет Вам сверхмобильно Стягиваться С одного Плунта на другой И Готовить фейк Раскидки С одной точки На другую Так же Успешно Поэтому Когда Пошла мета Достаточно прямолинейного Оверпасса Но как по мне Где-то с полгода назад Началась Наверное Вот с ESL Ажор На MLG Еще пытались играть Хитро На ESL Как-то уже Подзабили На все эти Насшифрованные Раунды И начали Более Классическим методом Выходить Без каких-то Жестких фейков Я даже Немного Разочаровался Из-за этого Потому что Вот люблю я смотреть Такой знаете Хитрый Оверпасс Карта Достаточно Коварная И поэтому Когда на ней Так играют Смотреть-то Всегда Очень-очень Интересно А здесь Ну Пять длина Ну Такие возможности Такие просторы Для разводов Ребята бегут Пятером на длину Я не говорю Что раунд они этот Не возьмут Может быть так и будет Но Это не от меня этого факта Что какие-то суперфейки Выглядят намного зрелищнее Как по мне По крайней мере Так Пока выход Круша Все-таки Энтри килл дает Хоть и позже Чем планировал Второго тоже прихватывает Параллельно Дрон 2 килла В общем опорники Аплунта Выглядят непробиваемой стеной Которая Приносит 14 раунд Для сплать Североамериканский коллектив Выходит вперед Спустя очень Продолжительный Участок времени Ну и в общем-то По заслугам Защита в их исполнении Выглядит Достаточно Качественно Ну То о чем мы говорили В общем коэффициент Как-то Не очень оправдан Был Из-за чего Лиминности теперь уже Вынуждены просто Отдавать Ну не совсем форс Какое-то его подобие Скорее покупая Недефолтные пистолеты Раскид И немного жертвуя Следующим Байом Там стреки с трех Ну если не будет бомбы То там кто-то даже Без девайса Может остаться Так ну Как бы предпосылов На взятие подобных Раундов мало Но как показывает практика Их берут неприлично Часто Часто Почему-то команда Где-то Дефенс фейлит Где-то Слишком в себя верят Игроки Защиты И в общем За это платят А где-то Играют как нечего терять Оппоненты Ну здесь вроде Не та история Вроде бы Все нормально Но нет Все равно Два в два Один в два Один в один Шоу тайм на револде Не успел этим рикс Использоваться Это кстати квадра От шоу тайма И походу Будет эйс Друзья Царь Шоу тайм Бывший игрок Иммортал Сейчас разруливает Экономический раунд В пользу своей команды И тем самым Возвращает им надежды На разыгровку Уверпасса В свою пользу Браво шоу тайм Отличная игра Ну и то О чем мы говорили В общем-то Почему-то Такие раунды Берутся достаточно часто Так ну Неприятный эпизод Конечно сейчас Для сплайс Право на ошибку Ну ими по факту Разыграно Только что было И теперь уже Надо дефаться Намного Осторожнее И построже Хотя именно там Наверное строгость Где там И помешала сплайс Доиграть по пленту адекватно У них не было ближних позиций Из-за чего они погибли Но в целом Снова паритет Сплайс недолго Пробыли в качестве фаворита Вновь И теперь им придется Бороться Ну да Тут как бы овертаймы Вполне могут быть По такой-то игре Может быть Люминосити Хоть медленно Но свои раунды берут Пока атака у них Конечно не блещет Но ее достаточно Для того чтобы выйти Хотя бы на 14 Так Долгая история Про старых LG Но если вкратце Их просто перекупили За какие-то Страшные деньги Потом была катавасия С контрактами Так как были они Сразу На два коллектива Подписаны И в общем-то Разборки закончились тем Что все-таки Бразильцы ушли Под крыло СК Те распустили свой Даский состав И собрали бразильский Ну а сейчас Ребята сделали Замену себе Не так давно Взяв Фелпса На место ФНХ Ну или ФАКСа Если хотите Уже Тогда разумнее Будет говорить И вроде как Скоро Должны снова заиграть Так Ну пока снова Два первых минуса Со стороны Дефенза Правда после этого Хоть какой-то Размен доформляется Елен Снайпер Команда Люминосити Пытается отрабатывать А дальше Включаются и тиммейты По КЛ Дрон показывает Своё присутствие На точке Сэмфис Будущий Бланде Стреливает Морнстер Какой кошмар Вот ведь невезение Здесь И теперь Вся надежда На Елена Но он В свою очередь С Клачем не справляется Не повторил Он подвиг своего Тиммейта И проиграл Разыгровку Один в три Ну и один в два Впоследствии 14-15 В шаге от овертаймов Ну или от выигрыша Своей карты Точнее вру От карты оппонента Находится сплайс В общем Могут смело Побороться за неё А осталось Не так и много Тем более что Экономику Для люминосити Сплайс Покалечили Очень сильно Два тека UMP Калаш И АВП Вот так вот Выглядит Этот бай Так пока Очередная попытка Энтри Арию Прощают А он В свою очередь Говорит спасибо И даёт Энтри килл Он просто Упрыгал Эта матрица Какая-то была От Арии И потом Уже поиземлившись Перевёлся на второго В общем Как второй снайпер Ария отыграл Достаточно качественно Параллельно Начинают рассыпаться Так И по-моему Здесь у нас уже Лебединная песня Команды люминосити Могла бы быть Но тут включается Шизна Так Найне Даёт 2 килла Разваливает шары Хотя казалось бы Точка у него была Минусовая Против двоих И шансы всё ещё остаются На то что мы с вами Посмотрим овертаймы Дорогие друзья 2 в 3 Всё вполне играбельно Более того Разыгрываю сейчас Против двух авиков В общем-то Можно попытаться Идут на плент На котором играет Только один Ария Тайминг может не поймать Сейчас для себя Дверь будет открываться Когда Ария ушёл В другую точку Щёлкнул прицелом Это по идее Слышали Игроки атаки По-моему Ария не жилец Давайте смотреть Открываю ещё у нас Ага Фушап Вот игрока атаки В общем Наверное на этом И погорячились Но тем не менее Ария попадает Не ваншотом По Елену И тот в ответ Даёт свой килл Это 2 в 2 Но 3 хп всего лишь У снайпера Команды Люминосити За счёт чего Его и подрывают Бомба вылетает Ох Какая неприятность Здесь Ну и Шиз Последний 1-2 Давайте за ним и посмотрим Сможет он разрулить Находится в дыму Выходит за монстр Его не успели Законтролить с двух сторон Ну Дрон и Крушел Открываются с одной точки Давайте смотреть Так Шиз Питет дрона Перестрелка И всё-таки Он её проигрывает Это ГГ на первой карте Дорогие друзья Ну Команда Сплайс Хоть с трудом Но забирает Пик своих оппонентов Абсолютно заслуженно И теперь уже готовится Побороться На следующей карте На карте Кой будет Коблстоун Дорогие друзья Никуда не расходимся Сейчас я вам нарулю Музыкальную паузу После которой Мы и посмотрим Смогут ли LG ответить На пике своих оппонентов